Всем здравствуйте! Сегодня у нас продолжение истории, которая недавно была на канале, и там девушки писали в комментариях о том, что хотелось бы узнать, как история закончилась. Так что автор написала мне продолжение, это была ее инициатива, я сейчас вам зачитываю немножко в итоге. Итоги подведем по этой истории, пообщаемся в комментариях. Итак, история о том, как личные границы с турками, невыносимо с ними работать. Если напомню, девушка из Украины, живет в Польше и попала работать в кафе, где турецкий коллектив. Подписчицы в комментариях писали, что им интересно, с чем все закончилось. Так вот, я решила написать, возможно, кому-то будет интересно на будущее. В общем, скажу сразу, что уволили все-таки мою напарницу. Расположение через общение ей не помогло, потому что нужно выполнять обязанности, а не работать языком. Она уперта в свои глупости и возомнила себе, что стала всем подругой на работе за три недели и что все ее уважают. Я ей объясняла несколько раз, что мужчины на работе – это не наши друзья, а всего лишь напарники. И брат-водельца кафе – это не друг, а человек, у которого мы подконтролим. И каждый косяк он рассказывает своему брату-владельцу. Но она даже слушать меня не хотела, нервничала, обижалась на меня, отвечала мне. Я просто общительная, что тут такого? Я же сексом с ними не занимаюсь и так далее. Но я ей сказала, что такое поведение они воспринимают как намеки как раз на интим. Но ей было бесполезно что-то объяснять. Видимо, в силу своего не очень хорошего воспитания она не понимала, что значит субординация. Возможно, делала вид, что не понимает. А я ее, в итоге, получается, мешала ее планам. Она пыталась дружиться со мной, относилась хорошо, но не хотела выполнять свою работу. И меня это стало так раздражать, что каждый день она трепет языком, лишь бы ничего не делать. Если делает, то более легкие какие-то обязанности. Либо ходит за мной следом и делает вид, что она работает. Я ей дала понять, что делать за нее я ничего не буду. И чтобы она выполняла обязанности самостоятельно, как я, а не каждый раз просила меня о помощи. Было видно, что она вообще работать не хочет. У нее постоянно что-то болело. То живот, то голова, то еще что-то. Изначально я думала, возможно, проблемы со здоровьем у человека. Но позже это нитье меня просто стало напрягать. Ей даже один из напарников, украинец, который сказал, Вик, ты на работе, оставляй дома свои проблемы, пожалуйста. Зато когда она приходила на работу, и смена была у мужчин-турок, она сразу же сияла, улыбалась, забывала обо всех проблемах. Потом она как-то сказала мне, что приходил владелец и похвалил ее. Мне стало так обидно, и я не поняла, за что. Ну, за что ее можно похвалить? Ведь работаю больше, я хвалят ее. На тот момент несправедливость меня расстраивала. Но позже я подумала, ну, не стоит верить всему, что она говорит. Как-то раз у меня произошел конфликт с одним из напарников, я не поняла, почему он взъелся на меня и показывал свой характер как будто из личной неприязни. Я сразу же сообщила владельцу на турецком языке, что мне это неприятно. Я ему сказала, что выполняю все обязанности и хочу работать, но если меня на работе не уважают, то я увольняюсь. А ответ был просто тишина. Он даже не ответил мне, но напарник стал более уважительно общаться по работе, и мне только облегчение то и нужно было. Ощущение, что владелец избегает личного общения и передает только через работников любую информацию. Даже увольняет он через брата. Для меня это странно. Будто боязнь говорить в лицо. А моя напарница-звезда решила, что и все можно, раз брат владельца с ней общается. Смеется, подыгрывает ей лицемерно. Стала три дня подряд она отпрашиваться с работы по своим делам. То к стоматологу, то к гинекологу, то еще куда-то. Только отпрашивалась она не у владельца, а у его брата, который говорил ей, да, конечно, иди, мы же друзья. Но потом позвонил он и сказал, что владелец ее уволил, чтобы она забрала деньги за три недели расчет. Когда она забирала деньги, владелец ей сказал, мне не нужны работники, которые меня... Мне не нужны работники, которые меня не уважают и не выходят на работу. Но мне, если честно, кажется, что это было просто последней каплей для него, а не главной причиной. Она мне позвонила, расстроенная, в недоумении, почему так получилось. А я еще раз напомнила, что друзей там у нее просто не было. И они ее слили. А она в ответ, за мной теперь мальчики там, наверное, скучать будут. Но я рада, что уволили ее, потому что это рабство, а не работа. Я просто посмеялась с нее и поняла, что этому человеку ничего не донесешь. Если честно, для меня облегчение, что мне теперь не придется с ней работать. Посмотрю дальше, как отношение пойдет на работе после конфликта с этим напарником. Если вы будете все-таки снимать продолжение видео, то я уже там и работаю. После того, как я нажаловалась шефу на одного из этих напарников и сказала, что уйду, если меня уважать не будут, мне сказали уходить и собрать зарплату. В общем, вы были правы. Продержаться там очень тяжело, так как все нестабильно и безответственно. Очень неприятно и несправедливо. Это ощущения, которые остались у девушки после этой работы. Знаете, я хочу в какую немножко лепту внести. Для турок это обычная история, то есть не супер что-то грандиозное. Меня вообще не удивили. Я вам про это говорила, про личные границы на работе, как там панибратство, чай, кофе и попить, пообщаться, про личное поспрашивать. Это норма. Это даже здесь является частью светской беседы, когда уже спрашивают какие-то личные вопросы. Но мне кажется, такая ситуация может быть в любом коллективе, неважно какая национальность или культура, какие-то особенности, вероисповедания или еще что-то. У любых людей, которые не уважают личные границы других. Здесь вопрос личных границ. Здесь вопрос вот этого уважения личного пространства человека. Я не говорю о том, что вы на работе не можете стать друзьями с кем-то, не надо никому доверять, вы должны быть супер-мега закрытыми и выходите работать и не общаться. Если мы берем психологию или ко мне приходят, например, на консультации люди по поводу принятия решений, по поводу своей работы, профессии, поиска себя, я всегда задаю вопросы, мы всегда разбираем. Во-первых, изначально, когда ты идешь на работу, неважно какую, твои запросы, что ты от нее ждешь, для чего ты ходишь на работу? Ответ, если мы берем психологию, очень простой. Мы ходим на самом деле за тремя компонентами. На первом месте, как бы у человека с здоровыми социальными связями, на первом месте у нас стоит зарплата, деньги, работа. То есть мы ходим на работу, чтобы зарабатывать деньги для того, чтобы уже существовать в этом социальном, материальном мире, что-то покупать, платить за продукты, за жизнь и так далее. На втором месте, меньше процентов, это наша реализация, как специалиста, как личности. Туда у нас входит почувствовать себя хорошим, полезным человеком для общества, чтобы такой выхлоп был. Или я работаю, развиваюсь, строю карьеру, что-то узнаю, мой личностный рост. Или если человек склонен к спасательству и к таким моментам, то он бы, например, может сказать, я чувствую себя полезным, или моя работа делает что-то хорошее, там, я не знаю, произвожу лекарства, там, еще что-то. В общем, вот это личное отношение, моя личная какая-то душевная социальная реализация за счет работы или труда, который я делаю. И на третьем месте, но мы это не убираем, мы ходим на работу, общаться. Это уже наше общение, тесные какие-то связи, дружба, может быть, и так далее. И дисбаланс у людей, когда они не так ставят эту иерархию здоровую, а, например, на первом месте я хожу на работу пообщаться, подружить. Второстепенно, например, у меня выполнение обязанностей, а на третьем месте мне уже не важно, за эту работу какие мне деньги заплатят или сколько мне заплатят. И так мы приходим к тому, что человек у нас, например, ходит пообщаться на работу, и он в итоге недоволен, ему не нравится работа, сам процесс, у него нет реализации, и он чувствует себя каким-то, ну, допустим, нереализованным, дискомфортно, неприятно, ненужным, отчужденным, возможно, себя сам не уважает за какие-то действия, за свою работу, нет повода поднять себе самооценку, погордиться. И, например, ему не нравится зарплата. Это очень часто неправильная иерархия у людей, которые ходят на работу, которых не устраивает их зарплата. Это же всегда про то, как повертеть ситуацию. И вот, например, сейчас в тяжелой экономической ситуации очень часто видно сразу людей-жертв, это, кстати, про вот ваши отношения с этой коллегой, скажем так, бывшей, и людей, которые ходят на работу или работают, или у них более-менее правильно выстроена иерархия. Вот ваша знакомая иерархия точно из разряда, она хочет пообщаться, она не хочет работать, на втором месте у нее были деньги, а на третьем какая-то личная реализация, ну, там, типа, такой вот маленький процент, и вообще это ее не волновало. Но если мы такие категории просто используем, то она бы на самом последнем месте, эта категория. У нее в первую очередь друзья, общение, это какая-то, не знаю, тусовка и тому подобное. У вас реализация, в первую очередь, деньги, во вторую очередь, работа, в третью очередь, у вас общение, там, если оно есть, но вы на него даже ставку вообще не делать. Это правильная иерархия, скажем так, человеку. Вот вы даже как расстаетесь с этой работой, во-первых, вы с нее уходите, хоть вас там условно попросили, но вы спровоцировали все равно эту ситуацию, это ваше все равно желание, вам это не очень-то ей нравилось. То есть вы это легко переживаете, а ваша вот эта бывшая коллега тяжело, страдает, еще не понимает, что не так, а я же с ними дружить, общаться хотела и думала за меня там заступиться. И вот сейчас в ситуации мировой экономически нелегкой, трудной, очень видны люди-жертвы, у кого кто-то виноват, все плохо, страдающие, люди, которые цели устремленные, про свое развитие. Вот я вам советую, желаю, рекомендую быть человеком устремленным, правильно выстроить свою иерархию на работе, понять для чего, зачем я хочу, это даст вам счастье. Вам проще будет найти работу, которая вам подходит, вам будет проще реализоваться, вам будет проще получать удовольствие, закрыть этот вопрос для себя и быть счастливым человеком, а не ходить на работу, которая просто не нравится, ужасно, мало платит и тому подобное. И кто сейчас, кому не хватает денег, начинаем всегда постановку вопроса с фразы. Вот мне сейчас не хватает денег, что я для этого могу сделать? Если ответ, я могу начать больше работать, чтобы больше зарабатывать, закрывать свои потребности, или я могу поменять свою профессию, переучиться, поменять квалификацию, если у меня есть такая возможность, если есть такой интерес, чтобы больше в итоге зарабатывать, вот это про изменение цели устремленности, когда мы прикладываем силы. Большой секретик открою, мы берем в этот момент ответственность за происходящие события, которые даже от нас не зависит, инфляция, подъем цен, катаклизмы какие-то, критические ситуации в мире, которые влияют на экономическую стабильность нашу, в первую очередь, или моей семьи. А когда я говорю, окей, что я с этим могу сделать? Могу больше работать, могу там изменить свою работу и так далее, я ищу решение. Жертва, в свою очередь, говорит, ну у всех все плохо, все так живут, я ничего поменять не могу и не хочу, я хочу, как было раньше, но мы в прошлое не можем вернуться и отмотать назад тоже нет, мы, к сожалению, не в силах это менять, и на будущее повлиять, по сути, тоже не можем жить, счастливый человек живет здесь и сейчас, и сегодня. Вот если ты выбираешь сидеть здесь и сейчас, сегодня, ничего не менять, не брать ответственность за свою жизнь. Да, обстоятельства у всех, у всех все плохо, совершенно верно, но просто кто-то берет, что ты делает, а кто-то не хочет ничего делать, не брать на себя ответственность, сидеть, страдать, мучиться, негативить, критиковать, плакать, чтобы его пожалели, и ждать, возможно, что само что-то как-то изменится. Открою секрет, ничего в жизни само никак не происходит, если ты не делаешь никаких движений. Если ты на нуле, у тебя будет ноль. Так, напишите в комментариях, надо ли снять нам, сделать лекторий в Телеграме на тему реализации, успеха, вот что-то такого, не прям успешный успех, я такое вообще-то ненавижу эти фразы, оптикаем, вот по факту, каких-то таких моментов, как найти себя, как становиться кем-то, чем-то узнавать себя, про развитие, не про как уходить вообще от жертвенности, страданий, а быть вот таким решительным, поднимать свою самооценку, что с этим делать. Мне кажется, тема назревает сама собой, она актуальна, и это такая тема очень нужная. Что думаете, напишите в комментариях, нужно ли проработать подобной лекторией. Поэтому автору письма, да, эмоции мы проживаем, вам неприятно, где-то обидно, ну окей, это был опыт, и теперь вы точно знаете, идя на новую работу, для чем вы ходите, для чего, и вы точно будете учитывать, оберегать свои личные границы на новой работе. Вы это учтете, это будет ваш один из первых приоритетов, на которые вы обратите внимание. Если бы не эти турки со своим кафе, вы бы на это не обращали внимания, возможно, вляпали еще в какую-то другую, похожую ситуацию. Так что мы выносим опыт, благодарим за него, вселенную Бога, себя, во что вы верите, нужно это подставить, и идем дальше. Я вот уверена, что ваша бывшая коллега это переживает гораздо труднее, выводы она, скорее всего, не сделает, и в очередной раз попадет в ситуацию, где ее будут обижать, или ею попользуются, или не оценят ее дружеских настроев, и так далее, потому что она не хочет брать ответственность, у нее виноваты другие, она не понимает, что происходит, и так далее. Поэтому у нее такое поведение, вы четко в письме написали, ей и пыталась что-то объяснить, никакой реакции она не хочет слышать, потому что она не хочет отказываться от жертвенной безответственной позиции, она не хочет брать ответственность за свою жизнь. Вот в чем разница вас и этой девушки. Так что это наглядный пример того, как если ты берешь ответственность за свою жизнь, как легче переживать какие-то трудности, проблемы, и меньше эмоционально вовлекаться, переживать какие-то моменты, выходить, назовем так, сухим из воды, меньше страдать. Спасибо вам большое за просмотр, жду обязательно ваших комментариев под этим видео, что думаете по этой истории, по поводу Электория, в инфобоксе под видео, моя почта, куда вы можете написать, если вы хотите рассказать вашу историю, анонимную, психологическую, для разбора на канале, пожалуйста, или если вы хотите индивидуальную консультацию, психологическую, мою в скайпе, тоже пишите, тема, письма, консультация, я ему вышли условия. До новых встреч, скоро увидимся, всем пока!